итак ребята всем привет добро пожаловать и сегодня у нас первый взгляд на очередную игру которая имеет схожие элементы с геншином назовем и зельдой и многие другие подобные игры которая вышла на днях и называется уторинг вейвс я буду ее так называть на английский манер слышал многие именно так а так как правильно читается я китайская игра сразу скажу да я не знаю китайский поэтому учитывая что тут очень много китайских имен будет возможно 99 процентов случаев буду читать неправильно так что имейте ввиду заранее и не нужно кидать в меня камни я еще не знаю китайский язык только собираюсь его изучить очень много да да это во первых во вторых тут я включил игру побегал чуть-чуть и заметил некоторые моменты в игре очень много терминов и названий который очень сильно отличается от того что слышно в японской версии потом я проверил еще википедию оказалось что японские варианты терминов соответствует как раз таки оригинальному китайскому варианту поэтому я буду переводить их как раз таки с по сути оригинала с китайско-японского вариантов а вот например для того чтобы вы поняли у нас есть такой термин как осет филд слова тасс от взята из латыни что означает молчание а филды это уже поле сами знаете в японской версии это звучит просто как мунко что переводится как беззвучная зона а в китайском гунки по переводится тоже беззвучная зона поэтому я например этот термин буду переводить как беззвучная зона так я думаю легче и вам для восприятия вместо того чтобы использовать именно английский термин тасс от филд то же самое с тасс от дискорда который на японском зондо и дословно это переводится как автор имидж или автор форм если на английском то есть на русском будет после образ так что вот эти враги будут называться так и так далее там куча других терминов я чуть-чуть посмотрел их ну как минимум то что я видел тут за первые несколько минут так что да я буду собственно пытаться именно по японскому манеру и китайскому переводить термина от звук вот звук тоже хороший вариант так ну все погнали а как я уже потыкал на европейском сервере сейчас я начну играть на азиатском до момента где остановился на европейском потом вернусь обратно так что ну погнали а да ребят обычно мы бегаем за тянку так как это первый взгляд и да я не собираюсь сейчас игру точно проходить может быть в будущем когда и оптимизация быть получше и ошибок будет исправлено потому что тут как меня на релизе были моменты где появляется текст но он обрублен на пол фразы и вторую половину не видно если они это уже исправили так ну для первого взгляда давайте поиграем все-таки за парня для разнообразия а то что в геншине что хонкой у нас тян так что валера вступает в игру погнали как говорится настало мое время а и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы чувствуете какой-нибудь дискомфорт? Ну, как видите, девушка в синем у нас сразу такая более... Говорит в более уважительной форме, поэтому ее реплики на данный момент на вы будут озвучивать... А... Чися... Она более, так сказать, прямолинейная, так что она на ты... Так, а вы... Может звать меня Тися... Она... Няньгин... А где я? Мы находимся в ущелье духов... Это на окраине... Ничего... В уанлу... Ваша одежда не похожа на местную... Вы скитающийся путешественник издалека... Или... Кто-то, кто возвращается домой... Киталец... Я не помню... Ну, ребят, у нас опять Амнезия... Киталец... Значит, вы не знаете, почему вы здесь? Откуда вы? И кто вы? Байчи... Не говорила нам, что у тебя будут такие побочные эффекты... Тогда ты проснешься... Ветер принес нам предупреждение... Эфирное море сгущается... Похоже, образуется новая беззвучная зона... Эээ... Что вы имеете ввиду? Это означает, что скоро здесь станет опасно... О! Я так и знала... Наши тыквы... То есть терминалы... Вышли из строя... Из-за влияния Эфирного моря... Теперь мы не можем... Отправлять и принимать сообщения о помощи... Надо поскорее встретиться с Байчин... На месте нашего сбора... И убраться отсюда... Похоже, ты действительно ничего не помнишь... Ну, не волнуйся... Если у тебя есть вопросы, мы можем поговорить по пути... Мы с Ян-Ян... Расскажем тебе все... До самых мелких деталей... С самого начала... Ой, как мне повезло... Киталис... Мы можем называть вас так... Пока вы не вспомните свое настоящее имя... Ну, полагаю, что да... Вы можете так меня называть пока что... Это мне подходит... Ну, да... А мне стоит оставаться здесь... Если у вас нет других планов... Может, пойдем с нами пока что... Хорошо... Или же... Из ущелья есть только один выход? Ну, хорошо... У меня нет вариантов... Ну, здорово... Пойдемте вместе тогда... Ну, что ж, погнали... Ну, кстати... Тут есть кнопка скип... Можно скипнуть любой диалог полностью... Киталис, я знаю, что ты ничего не помнишь... Но есть одна вещь... В которой я уверен... На 90... Нет! На 100%! Ты... Должно быть тоже резонатор... У вас на задней стороне руки... Есть звуковая метка... И у вас есть тыква... Это доказательство того, что... Вы резонатор... Дизайн вашей тыквы немного отличается... От тех, что мы используем... Кроме того, у нас есть резонаторы... Которые могут обнаруживать... Образование беззвучных зон поблизости... Как это только что сделала... Не-ням... Она может узнать любую информацию... Читая ветряные потоки... К тому же, бойчи почувствовала твою энергию... И мы смогли определить твое расположение... А я... Ничего не почувствовала... К тому же, в наши дни не так уж и много людей хотят тусить в пустыне... Если только они не резонаторы... Ну, как я вижу, пока что не исправили... Некоторые фразы, которые... Ну, вы сами видели... Ну, а некоторые уже исправили... Там в начале была одна... Точно во время нормального разговора... Кнопка... Сейчас здесь может казаться, что все хорошо и спокойно... Но никогда не знаешь... Когда... Из ниоткуда может появиться после образ... О, боже! Помяни чёрта! Эээ... 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 так ну чтож обычные атаки на квадрат навык на треугольник ну собственно навык как видите нужно подождать куда тяжелая так и на квадрат отлично значит и все еще помнишь как сражаться несмотря на то что забыл следующий раз я поведу нас в атаку никто не связывается с мало сяфу то есть нельзя ну да никто боевая девочка ну случилось вы поранились во время боя мне кажется я что-то вспомнил что застать это статуя стража механизм оракул в джинчо выполнена в форме лоу то есть дракона есть одна столица и шесть городов не у каждого города не есть свой страж и несмотря на некоторые внешние сходства между ними есть различия мы можем тут поспрашивать об или пойти сразу по счету давайте поспрашиваем если другие стражи за пределами уанлу стража присутствует там где процветает цивилизация уанлу выделяется наибольшим количеством сосуществующих настоящее время стражей благодаря своей долгой истории и обширной территории согласно записям стража в хуанлу когда-то были единым целым но теперь каждый из них отвечает за свою часть хуанлу разумеется стражи есть и в других регионах но и гораздо меньше чем хуанлун окей как выглядят остальные стражи большинство стражей принимает облак облик драконов других регионов они проявляются в самых разных формах понятно она ждет других регионов ребят я увидел себя стоящим лицом к лицу с ним вы стояли лицом к лицу с нашим стражем мала кто может увидеть нашего стража своими глазами большинство людей получает такую возможность только во время церемонии назначения судя по вашему описанию вы стояли довольно близко обычно вблизи него он может находиться только назначенный стражем резонатор настоящее время таким человеком является магистрат высшее должностное лицо джинчо может быть не это просто показалось или возможно это всего лишь мое воображение а чёрт это наверное элитный класс все возможного опасности скитались пожалуйста ну здрасьте ну и собственно ультаты что было нажмите надо плату вверх для того чтобы поменять персонажей но и да кстати тут когда меняешь персонажей есть анимация входа и выхода так сказать тем самым то как анимация по сути навык и наносит дополнительный урон и так далее объясню в двух словах туферл который там на две страницы есть еще некоторые моменты но чуть позже откроется а это было не ну без сундуков само собой никуда это было близко и хорошо сражался я даже не успела помочь просто откинулась защищать тебя как ма в общем я пыталась прикрыть тебя а потом вам после образом разобрались прежде чем я успела рассмотреть его как следует раз уже речь зашла о байке мы почти пришли место где мы обещали встретиться с байки тот самый резонатора которым я говорил о байке может исцелять с помощью своей способности резонанса и нашли вместе что-то там сошли нету фразы почти оказала вам первую помощь казалось вы утонули но дыхательные пути были чистыми одежда тоже была сухой чистой и конечно же это я изучала твою одежду и рот ощупала его через потоки она постоянно краснела и извинялась перед тобой пока ты 5 обрезанная фраза да вижу к сожалению они еще не справили это прошло уже сколько несколько дней видишь вон там маяк резонанса когда увидишь маяк обязательно зарегистрируй не активирую его обычно в радиусе 5 метров от маяка безопасно иногда он может защитить тебя от опасности питались не могли бы вы передать мне свой терминал на минутку готова сегодня дизайн и версия система отличается от наших но ваш терминал по-прежнему поддерживает передачу данных и другие основные функции ну чтож или порты она установила программу слежки до 100 процентов очевидно почти ухода в ущелье здесь будет спуск но если ваш модуль терминала планера еще работает это облегчить задачу покажу вам каким пользоваться а еще я думаю вы заметили японская озвучка не успевает договаривать ее обрезают до как только мы выйдем из ущелья до джинчо останется совсем немного ничего самое безопасное место в округе резонансный нексус закрывает весь город кроме того у нас есть защитный барьер и мощное укрепление звучит впечатляюще или же неплохо неплохо наверное возможно это такой большой как некоторые другие города но джинчо когда остается лучшим местом в моем сердце еще расположен между нагорным десорг и пустоши в нордфол это пограничный город и крепость он очень важен для безопасности он лу так а мы договорились встретиться с бойчей здесь гены это центр эфирного моря беззвучная зона когда она появилась ее не было когда мы только пришли но я не почувствовала намека на присутствие беззвучной зоны значит она появилась пока мы не смотрели как будто обновение ока а может эфирное море может определять где мы находимся может быть она следит за нами а в центре этой беззвучной зоны так там что то есть или там кто то есть разве это не бойчи мы слишком далеко возможно она нас не слышит разве беззвучная зона не опасно или же почему она там свеже образованные беззвучные зоны не успокоен в это время они относительно безопасно в этот период блеск ребят опять кусок фразы нету так период покоя беззвучная зона зависит от времени ее образование как правило чем короче время образования этой зоны тем длиннее период покоя однако при более детальном периоде покоя после образ рождается в пределах указанного тем быстрее образуется беззвучная зона тем дольше длится ее период покоя пока что это беззвучная зона должна быть безопасной а ну это уже хорошо так надеюсь мы не столкнемся с после образом как только прибудем на место согласно если героев это популярное шоу в динчо есть шанс ну тогда давайте спутимся вниз конечно планер не может унести нас за пределами радиуса действия беззвучной зоны кроме того бойче то нам нужно спуститься и посмотреть что происходит настало время использовать модуль планера скиталец а нет после образы . все давайте давайте мы ведь спокойные беззвучной зоны верно почему ты пришла сюда 1 значит знаешь мы вообще-то мне кажется с тобой все в порядке знаешь он был очень энергичным справился супер большим после образом он намного энергичнее меня я следила за его состояния через поток потоки так что происходит вообще просто обеспокоены о вашем состоянии наверное она считает что мы не должны позволять вам так много двигаться ведь вы только что пришли в себя что-то внезапно мне стало так плохо я такую боль испытываю вы в порядке где болит беспокойство затуманило твой рассудок не нен не получилось показатели стабильны зрачки нормального размера дыхание ровные здесь не место для разговоров пойдемте что-то ну чтож первый босс погнали на правый стик захват цели так р1 для того чтобы уклониться ну собственно ребят у нас тут уклонено по таймингам хотя тайминг удовольствие щадящий им пока что я нянь скиталец где вы мы заблокируем снаружи мы не можем войти в порядке питались со мной нету страны после образа тоже здесь это особенности после образа будьте осторожны сейчас было да не очень так ну чтож вторая фаза так ребята вот вторая фишка контр-атаки надо просто квадрат кнопку атаки нажимать тайминг когда появляется вот этот кружок золотой ухо рожь и конечно тайминге на парирование тут очень щадяще особенно после стала blade я не были сделаны по-своему по-корейски как бы это вообще скиталец в порядке вы не ранено качать головой ли я в порядке ну ребят я думаю собственно после этой битвы вы смогли увидеть как создать боевку что она себя представляет и как работает все-таки это не убийца геншин это другая игра совсем да у нее есть схожие элементы но она играется по-другому понимается по-другому плюс еще куча фишек дальше так что ну типа там все по-другому играется тут немного по-другому и это круто мне прямо боевка очень зашла пока что я в порядке слава богу мы видели этот чертов барьер но не могли прикоснуться к нему мне тоже порядке я никогда раньше не видела такого грозного после образа но скитальцу удалось полностью его победить так мы победили его вместе раз плюнуть это была нелегкая битвы я не так уж и много сделала это все благодаря вам скиталец странно это место не считается таким опасным в любом случае зацените это иллюзия оставленная после образом а это эхо эхо элитного класса кому-то сегодня повезло мое извинение мы немного увлеклись вам знакомы слова реверберация или эхо китайец кстати реверберация она собственно такой же термин используется и в русской версии и собственно в китайском а насчет эхо дословно с японского это переводится как звуковой образ звуковой скелет звуковая оболочка и так далее но собственно эхо как раз таки тоже нормально так что в данном случае я буду использовать вариант эхо но имейте ввиду что вот с японского из китайского скорее всего также как звуковой образ так вернемся к тексту так все в нашем мире состоит из частот и каждый звук рождает реверберация эти эхо отголоски после образа после их распада мы можем впитать их в банке данных наших терминалов пангу по терминалам пангу она имеет виду устройство форме тыквы которые есть у каждого резонатора созданная исследователями из хуанлу но как ты видишь не всегда удается их найти кроме того из предела тому то может питать твоя тыква поглощение возможно только в том случае если уровень вашего банка данных равен или выше уровню после образа терминал может преобразовать реверберацию в эхо для использования в бою мой терминал вывел предупреждение когда обнаружил на этот после образ ранее он должен по крайней мере быть класса повелитель скиталец не могли бы вы проверить уровень вашего банка данных в этом нет необходимости скитались почему бы тебе просто не попробовать поглотить его своим терминалом ну ребят надеюсь пока что все понятно о значит он не работает здесь написано что я нулевого уровня отстой то произойдет если я не смогу его поглотить пройдет совсем немного времени реверберации пропадут эфирное море исчезнет как только это произойдет сигналы резонансного маяка вернуться беззвучная зона рассеется ожидая своего следующего возрождения нам нужно будет сообщить о необычных явлениях в мэрию и академию давайте уйдем есть хочу я умираю от голода что это за сила киталец ты и все это время прикидывался дурачком я никогда не видел от таких способностей резонанса у тебя есть еще что-нибудь в рукаве например и ты можешь съесть целого после образа зажарить эхо живьем чего ладно это была не моя способность резонанса я поняла понять не имею что произошло это не так же отличается от того чтобы съесть его живьем или как-то связано с моими кулинарными способностями я слушала что некоторые люди пытались приготовить гульпуфов и даже сделали это местным деликатесом и так ли кстати говоря гульпуф это разновидность или после образа теперь мне стало еще любопытнее как бы то ни было острая пища всегда самая лучшая киталец вы хорошо себя чувствуете есть дискомфорт может быть это побочный эффект от борьбы с после образом бачи можем отвезти из китайца на обследование в отдел резонансной медицины академии так я в порядке или да мне нужно обследование нормальная в порядке поглощение человеческим телом не является чем-то беспрецедентным человеческим телом помнится всеобъемлющее зеркало для историков упоминала об этом в начале раздела на хуанлу опять порезана фраза небесное существо спустилась повелевая безграничной силой иньке вселенной приняв смертную форму они сконденсировали первозданную сущность создав фангу разделив небо и землю они соединили небесное и земное сейчас я уже пойду по озвучке с того что я понял их сияние охватило четверку и таким образом началось создание прославленных каналов хуанлу когда впервые были разграничены провинции это то что не уместилось да что это значит звучит загадочная фангу иньке эй в прошлом был очень сильный человек как будто вся вселенная была у него в руках поскольку в те времена не было терминала он поглощал после образ голыми руками и после образы что он поглощал были самыми мощными из всех этот человек превратил его в первого в истории эхо затем он использовал силу этого эхо чтобы перестроить мир разобрался с законами и так началась история хуанлу так чиси ты должно быть много знаешь об истории понятно я понимаю а что если есть тот самый человек вообще-то нет но я надеюсь что это просто старые сказки которые мне рассказывали родители что-то вроде назначения стражи впечатляющая память на древние тексты а у меня я просто примерно помню о чем эта история ну правда это или нет неизвестно но эта история произошла давным-давно когда джинчо еще не существовало может быть скиталец пра-пра-пра-пра-пра дедушка всех нас да привет джинчо точнее внучк давайте не будем делать поспешных выводов без достаточного количества данных и должного анализа китайец но и уэйзи рейтинцесс уже дождите сигнал вернулся это голографическое сообщение для всех жителей джинчо от мэрии мои соратники и граждане прошу прощения за причиненные неудобства я динси магистрат джинчо двери праздника погони за луной наш город принимает гостей со всего мира наши люди с нетерпением ждут этого праздника я тоже разделяю это радостное чувство ничем он всегда был важнейшим пунктом обороны от вспышек после образов защищая уанлу на наших плечах лежит тяжелая ответственность и мы не можем не отступать не потерпеть неудачу именно самоотверженность наших воинов а также усердие наших граждан позволен позволили нам процветать в мире и благополучие смотря на трудности связанные с после образами мы остаемся стойкими и гостям поддерживая наши незыблемые традиции на связи с этим у меня к вам просьба среди наших многочисленных посетителей есть один который имеет огромное значение для меня города джинчо и всего хуанлу и хуанлу вообще-то мы долго ждали на вашего прибытия учитывая обстоятельства вы наверняка чувствуете себя в замешательстве есть такое вы наверняка уже заметили некоторые странные события связанные с вами если вы планируете остаться в джинчо на некоторое время я буду очень рада лично встретиться с вами в мэри джинчо хотя я не могу гарантирует что дам все ответы на ваши вопросы но и сделаю все возможное чтобы помочь вам и и предоставлю необходимое разрешение если это потребуется это лишь моя личная просьба вы можете сами решать как поступать поэтому я прошу жителей и солдат джинчо оказать помощь этому уважаемому гостю когда представится такая возможность почему у меня такое чувство говорила магистрат это скиталец девочки не так быстро я не успеваю водить ребятам на стриме да это я или же пока еще рано говорить фестиваль погони за луной и джинчо сейчас вы говорите немного как не бойчим у нас киталец и не в этом дело ладно какие у вас планы сейчас китайцы так ну встретиться с магистратом мэри или же посетите город ничего у меня пока что нет каких-то особых планов посмотреть на эти фестивали я помню что у вас были воспоминания о том как вы смотрели в его глаза когда увидели статуи нашего стража мы не можем подтвердить подлинность но судя по сообщению магистрата похоже что джинчо имеет много общего в вашем прошлом независимо от того являетесь ли вы тем самым посетителем о котором упомянула наш магистрат вы несомненно важные для джинчо и вы будете нашим важным другом мы уже доверили своей жизни друг другу я никогда не видела столько после образов а этот элитный был таким страшным пугающим но ты избавился от большинства из них но в любом случае как только мы вернемся в джинчо я угощу тебя знаменитым фирменным блюдом и ресторана погнали для вашего здоровья будет лучше если вы пройдете тщательный медосмотр когда прибудем джинчо несмотря на то что непосредственно побочных объектов после поглощения твоих и наблюдается мы не можем исключать возможности других скрытых рисков учитывая недостаток данных о вас и ваши необычные физические данные я предлагаю поглотить еще одну реверберацию с помощью вашего терминала когда мы найдем его учитывая это пожалуйста убедите что фраза была обрезана да не будьте слишком строг к себе тебе стоит пройти обследование всякий случай кроме того ян ян очень волнуется за тебя если вы почувствуете какой-либо дискомфорт на пути пожалуйста дайте нам знать у вроде успел кроме опять обрезанной фразы там кусочек опять так что да о привет сатсуна праздника была тебе куча здоровья хорош люди или рядом мешок денег под кроватью на черный день и успехов во всем и в гачах тоже вроде играть так это сам тебе такой который ты сможешь поглотить я никогда не отказываюсь от своего обещания ваш герой чиси на охоте так так и готов ей готов И готов. Можете ли вы повторить то, что сделали ранее? Скачать головой. Может, ты способен поглощать своим телом не только мощных? Или это должен быть определенный тип после образов? Или может быть... Может быть, нам стоит попробовать твой терминал? Так, ну что ж, суторил по поглощению. Ура, сработало. Твой терминал выглядит по-другому, но функции практически те же. Так. Ну что ж, мы его поглотили. У нас тут один основной слот и четыре пассивных. Если мы берем, собственно, поглощенный после образ, даем его сюда, мы получаем, собственно, его навык, который вот описан тут. Эхо скилл. Вы превращаетесь в каменную стену и мчитесь вперед. Успешный удар дает а следующий удар и щиты. Ну мы сейчас это попробуем. Успешный удар КАVАТЬ… КАВАТЬ НЕ hotel ! К away… ПО-другому на функции плюс-минус теж самое. но вот как-то по сути мы это комбинируем с обычными навыками удобно отлично декса у канзеля так ну вот поглотили и это после образ если попытаюсь тут найти один очень очень интересный после образ solar я много не видал надо вот и собственно вот столько времени это длится плюс-минус я думал ты сам видел так мы вот взяли еще одного мы поставим пассивный спот с секунду и чатик работал его отлично отлично но тайм нет я еще ничего не брал сегодня заберу как нам сюда ну ребят черепаха у нас хилит вот примерно так dancing all night прямо так ладно все это забавно ну вот эта фишка конечно с погасением интересная и собственно навыками после образов что мы можем использовать так у нас опасное растение и горасти отстань ты от меня так ну чтож вот мы и добрались до первого города а стоп тут фраза даже не озвучена а отлично и она еще порезана так скиталец это групп соноса подожди у меня есть один старый знакомый он торгует реликвием он знает толковую подобную вещах я отведу тебя к нему когда мы придем в джинчо он должно было быть еще не уместилась смотрите городе ничего впереди куда ура ребят наконец-то спустя сколько час вы добрались до города шоу хакша сан это олец ура глава 1 акт 1 мы закончили поздравляю вот ты где мое дорогое имя судьбы так ладно что будем делать дальше пойдете перекусим звучит к хорошая идея кстати да звучит или же нам стоит пойти посетить мэрию так не стоит пойти на обследование или давайте сосредоточимся на задании которые сейчас у нас на повестке дня я должна вернуться в академии аномалии ущелье духов возрождение этих беззвучных зон и многочисленные волнообразные явления я должна сообщить о них тогда я пойду и подам наш отчет и подготовлю документы необходимые для аудиенции скитальца магистрату раз я там буду так документы а что счет меня учит куча работы окей ну типа окей тогда пожалуй я веду скитальца в башню нексусы чтобы он сначала зарегистрировался и мы просто побудем там еще какое-то время куча новичком джинчо и все такое он не может стоять у здания мэрии без дела гостеприимствуем это наша местная особенность вы уже знаете тогда я оставлю вас в руках учись и скиталец а вы не против же я освежусь с вами как только все бумаги будут готовы предоставьте там нет я отправлю уведомление в отдела резонансной медицины нам нужно будет провести полное обследование дабы убедиться что с вами все в порядке если у вас нет никаких других планов приходите в академию после аудиенции я понял так тщательное обследование академия конечно но необходимо провести физический осмотр чтобы определить наличие какого-либо заболевания если никаких проблем не будет обнаружено мы проведем дальнейшее наблюдение и анализы чтобы понять что произошло вашим организмом само собой мы ничего не будем делать без вашего согласия серьезно ну чё девочки закончили уже что за задержкой давайте двигаться уже тогда у меня будет больше времени чтобы показать нас китайцы все вокруг в день чего нас ждет масса развлечений мы можем посмотреть танцы львов если героев стендап шоу а потом возможно и чемпионат по боевым искусствам а еще у нас есть куча разных угощений которые можно попробовать у нас есть все кто только может прийти тебе в голову ребята прямо рай какой-то на земле так ням ням бойчи увидимся позже ну как видите в этой игре мы начинаем с люэ то есть с городом вдохновленном китая ну по технологичности да скорее лук и халявный персонаж ребят какое счастье возьму все плюшки ну ребят оружие тоже тут все по классике так у нее пистолетики и все это интересно а кстати там ну мы все равно сейчас дойдем до момента где остановился я сменил аккаунт на мой основной и нормальный пинг да чё за фигня глюки странные я нажимал а меня сбрасывали привет игорь да не меня как то и так все устраивает я видел я понял о чем ты но мне как то и так норм точнее мне так даже больше нравится так давайте заценим на этот нексус игорь нексуса тут по сути местной башни тату и богинь а вот и мы добрались башня нексуса один чё башня нексус башня нексус это сайдай но сава еще яксин там это на кончик она а то что мы это не сеть или хода классика на инда кеда он совершенно верно так посмотрим можем воспринимать это как самую большую серверную станцию джинчо или интеграционный центр ну что то в этом роде я сама как бы не очень разбираюсь техники короче говоря это и навигатор и система защиты и региональный информационный центр все в одном огромном пакете те что поменьше с которыми мы столкнулись ранее это резонансные маяки данные передаются между всеми маяками активировать один из них и данные обо всей карте будет передано на твой терминал неплохо правда а просто вот помести здесь свой терминал ну короче solar ну да если эти штуки сломаются то горожане останутся без его одновременно наверное у них есть какие-то бэкапы что-то подобное еще это это резервные башни короче узнаем потом и карта открылась ура вот можно заценить местную карту вот красным отмечено конец то что нам доступно на релизе ну и очередное путешествие которое будет длиться 10 а может и 20 лет если будет успех так резонансный nexus хранит информацию об окружающей местности активировать его чтобы получить соответствующие данные карты а ну нам только что об этом сказали так отправьтесь к резонансному nexus для того чтобы вылечить раненых ну или те кто пали ну короче воскрешение исцеления все тут как бы ну то загнул 20 лет ну кто знает я уже все подготовила скиталец вы можете прийти в магистрат любое время физия не могла бы ты привести скитальца в мэрию так что все идем встречаться погнали весло быстрого доступа ну окей я уже видел карту там еще один телепорт тысячи их а в вот 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 эзера нет насколько я послушал нет там немного по-другому приехали это первый раз когда я вижу такую толпу перед зданием мэри я тоже была удивлена я никогда раньше не видела здесь столько нештатного персонала они все здесь для аудиенции у магистрата что ли каи коко не или что-то чему экин оси и сестра и у диска суде не кота соли то митой десне на большинство людей здесь подли заявку на аудиенцию но я слышала что им всем наказали серьезно отказал возможно магистрата здесь нету это меня они ждут большинство людей охрана магистрата посоветовала выйти как только они отправили свои заявления и кто остались здесь либо пытается подать на заявление за других людей либо просто слишком упрямо чтобы уйти тем не менее и немногие кому удалось попасть внутрь сказали что им хватило одного ледяного взгляда госпожи санхва и они были вынуждены уйти так ладно надо с ним познакомиться записание звучит так мута не встретили какую-то змея волосую даму и превратились камень а кто она является личным телохранителем магистраты я уже слышала на ней она ледяная красавица терминатор со смертельным взглядом прекрасное описание ну по крайней мере так гласят слухи возможно магистрата еще тут нет есть небольшой шанс что она не в мэре но очень маловероятны чтобы она не была сейчас она не было бы ничего вернее магистрату вообще почти невозможно покинуть ничего все плотным графиком и так трудно найти свободное время кроме того как магистрат динчо она не имеет права покидать земли которые находятся под ее ведомством без аутентификации без подтверждения подлинности если только она так не блин вообще-то engage тут имеет несколько смыслов короче не вовлечена в какие-то дела или не находятся в деловые поездки или может быть помолвены или когда безопасность динчо находится под угрозой да если это так то должно быть что-то серьезное получилось так это меня не ждут так вот какова истинная уверенность нашего скитальца но я согласна до сих пор ты отвечал всем пунктам описания нашего магистраты так может ли голографическое сообщение быть заранее записано конечно может москиталец неужели вам что-то пришло в голову так возможно магистрат не знала кто ее гость или же интересно почему магистрат захотела лично встретиться со своим гостем у нее должны быть причины привлечь к себе столько внимания верных последний то есть ты имеешь ввиду ой ребят вот это хороший тут вариант особенно вот последний ничего особенного то есть я могу забить на объяснение и не пытаться она делает это не для того чтобы не смущать гости или же она должно быть предвидела что последует за ее публичным сообщением тем не менее как она решает кто ее гость и кто нет или ничего особенного давайте первым раз начали разговор я к сожалению не могу следить за ходом ваших мыслей отлично но думаю что встреча с магистратом не повредит отлично ребят нас не поняли взаимно но в любом случае наш магистрат лучшая зацепка на данный момент независимо от того что она приготовила для скитальца у полагает скажите скиталец вы торопитесь восстановить свои воспоминания конечно в таком случае насчет того чтобы сначала встретиться с магистратом возможно у них есть то что вы ищете возможно у них есть и ответы которые вы ищете нам не разрешено идти с вами так что мы с ищем будем у здания мэри мы будем ждать вас верно мы никуда не уйдем просто крикни нам если что-то случится не стоп подожди мы тебя не услышим к тому же у них есть правило не кричать здания мэри и что мне делать так ну погнали привет концентрат и расцепит пожалуйста за мной это что вернущ peninsula Пожалуйста, садитесь. Спасибо. Итак, госпожа Асамху, скоро подойдет к вам. О, чаек. Не, ну реально Терминатор. Она скажет, что ей нужна моя одежда и мотоцикл. А, стоп, у меня нет мотоцикла. Рада знакомиться с вами. Прошу прощения за задержку. Меня зовут Асамхуа. Я телохранитель, госпожа магистрат. Здорово или зовите меня скитальцем пока что. К сожалению, сообщаю вам, что госпожа магистрат сейчас в отъезде. Перед отъездом она поручила мне принести вам эти знаки внимания и приветственные подарки. госпожа магистрат посоветовала вам изучить, что представляет собой эти знаки внимания во время ее отсутствия. это может помочь вам быстрее получить желаемую информацию. Прошу прощения за беспокойство. Но будьте уверены, через три дня она будет здесь встретить вас. Гля, только что мне заливали. Да нет, ты чего? Она не может отсутствовать. Вы чего? Не, не, приехали ее нету. Классика. Так, где магистрат? Могистрат. Простите, сейчас я не могу сообщить о ее местонахождении. Пожалуйста. Поверьте, что она с нетерпением ждет личной встречи с вами. Что случилось с ней, я прямо вижу. Простите, что я не способна дать более лучший ответ. Вы скажи магистратой задание, с которым она должна справиться в одиночку, но она ни на минуту не забывала о встрече с вами. Не знаю точно, когда вы придете. Она вынуждена была уехать. Не имею возможности поприветствовать вас лично. Внутри дня. Тупой вопрос, конечно. Ну, ладно. Потому что ей потребуется не менее трех дней, чтобы выполнить текущее задание. Доспожа, магистрат хотел бы заверить вас, что через три дня, что бы то ни стало, она вернется, чтобы встретиться с вами лично. Я могу что-то сделать, чтобы помочь? Вы? Я обязательно передам вашу доброту, любезность, госпожа магистрат. Тримите мою искреннюю благодарность. Вы издеваетесь. Опять порезанная фраза. Да, госпожа магистрат надеется на вашу помощь, но торопиться с решением не стоит. Она не хочет давить на вас. Вы приняли решение, которое вы, возможно, не желаете. Мы предлагаем вам ознакомиться с нашей ситуацией, прежде чем принимать какое-либо решение. Как мне понять, что из себя представляют эти знаки внимания? Так, когда речь идет об этих знаках внимания, в ее намерение не входит запутать вас в головоломках. Наоборот, они должны служить подсказками, которые приведут вас к истине. И так послушаем, и по-японски пойдем уже. Потому что, ну, английская озвучка, к сожалению, очень не очень. Но, если вы не знаете, что это не так, что вы не говорите, не говорите. Госпожа магистрат глубоко сожалеет, что у нее не было времени передать вам свои послания лично. Но мы ценим ваше присутствие гораздо больше, чем вы можете себе представить. То же самое касается любой информации о вас. Понятно. Почему или нет? Как вы были уверены, что именно я гость? Насколько госпожа магистрат сейчас в отъезде, я не могу сделать окончательного подтверждения от ее имени. Но вы, безусловно, исключительный. Я слышал, что многих людей вежливо попросили уйти. Ну, насчет этого. Влеска, они это даже не перевели. Мои глаза видят частоты тех живых существ. Или, вернее, эти частоты, единственное, что я могу видеть. И вы, вы разделяете одну и ту же частоту с той госпожой магистром. Туже частоту? Ой, прошу прощения. Мое писание было не точно. И вы, госпожа магистрат, коржитесь мне неискаженными. В моих глазах вы выглядите таким, какой вы есть. Так. А как выглядят частоты других людей? Все они выглядят по-разному. По какой-то причине вы можете понять, что Санхуэ не хочет продолжать эту тему. Отлично. Можно мне ваш терминал на минутку? Мой терминал. Мы что, обмениваемся контактами сейчас? О, отлично. Новый друг. Именно. Это будет упущением с моей стороны. Сейчас я импортирую свою контактную информацию, информацию всех государственных служб, такие как патрульные станции, патрульные станции и ваш терминал. Я буду здесь, в режиме ожидания. Готовы прийти на помощь в любой момент, когда она вам понадобится. Мне нужен ваш терминал для авторизации регионального доступа. Я также настрою для вас самый последний модуль утилит. Это будет самый последний утилитарный модуль. Госпожа магистрат подумала, что возможно вам это понадобится. Передать терминал. Модуль утилит на вашем терминале был обновлен до последней версии. Теперь все утилиты, включая сенсор, левитатор, этот как его, короче крюк, должны полностью функционировать. Включая серия. Теперь вы получите неограниченный доступ ко всем регионам джинча. Я отправила ваш идентификатор терминала на все пограничные переходы и резонансные маяки. Вам нужно будет только показать свой ID терминала или активировать маяк с помощью вашего... Что-то так, короче. Насколько фраза обрезана, я не успел услышать. Вы можете свободно посещать любую часть джинча. Так, больше никакой раздражающей бумажной работы. Включая мэрию. Да, включая мэрию. У вас есть полный доступ к ее помещениям. Как удобно. Еще могу спросить, а вы уже определились с местом жительства? Если нет, госпожа магистрат заранее приготовила для вас жилье здесь, в мэрии. Так, дом, милый дом. Королевские покои, я еду. В этом нет необходимости. У меня другие планы. Если нужно, я провожу вас в вашу комнату. Меня там друзья снаружи ждут. Понял? Мы будем готовы принять вас в любое время. Так. Окей. Это то, что нам дали. Так. Ну, вроде в целом понятно. Магистрата нету. Как вовремя. Ну, забавно, как нам заливали, что... Не-не-не-не-не-не. Она, скорее всего, там. Ты что? Да. Вот заходим. Мне ее нету. Так. Окей. Виталец. Это заняло у тебя довольно много времени. А что случилось? Неужели наш магистрат была такой болтушкой? Короче, мы рассказали, что там случилось. А значит, госпожи магистрат не была в мэрии. Что происходит? Почему такое угрю, мое выражение, лице? Не-не-не. Ум-м-м. Точно. Да. Это действительно так. Да? Иси. 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 Увеличение беззвучных зон. странно мощные после образы а теперь еще и отсутствие нашего магистра а еще таинственный из киталец не боюсь ничего может быть в опасности покоится не о чем а может перед этим мы пойдем поедим за картика или чем будем заниматься дальше да давайте разве ты не практичный человек я бы с удовольствием села туфу с соусом чили динчо о кай острые мясные кусочки ух я умираю от голода погодите нам ведь еще нужно сначала встретиться с бойчей к нам митка к к сан него наника к к к к варимаска привет дзюк сел или как правильно я в нее играю и я ее перевожу на ходу сейчас для людей так у тебя есть какие-нибудь планы скиталец не думаю что мне есть чем заняться или же давайте изучим вот эти предметы скитались вы не заражаете если мы посмотрим на эти знаки внимания или просто подарки давайте будем называть итак а что в них такого особенного так ну давайте начнем по списку конфетки конфетка ела такие в детстве кажется они назывались сахарные жемчужины ребят выглядит знакомо верно ну и не давно не видел ничего подобного может быть они уже не в моде это напоминает мне моем детстве я до сих пор помню его вкус он был таким сладким когда я была маленькой не очень боялась делать прививки от гриппа иногда медсестра раздавала такие конфеты в качестве приза за хорошее поведение но это значит почему это знаки внимания взять маленькое устройство это похоже на миниатюрные солнечные часы полагаю что так на этих солнечных часах время представлено 12 земными ветвями нарисованными на внешнем кольце его поверхности это не успеем если вы думаете люди сейчас Бякко, Сузаку, Генбуа, Генбуа, Тену, Силе, Тари, Мотта, Си Хоу, Тадасу, Оу-Жау, Кюкет, Денгаку, Сей Зурни, Хоу, Коко, Ни Тору, Нари, То, Ширсарит, Иис. А на его внутреннем кольце изображены четыре символа, каждый из которых представляет одно из кардинальных направлений. Это четыре знаменитых благоприятных зверей из фолклора Хуанлу. Считается, что они защищают людей от всех четырех. Генбуа, Хоппоу, Аравасуна, Десуга. Как правило, Пи Лун представляют восток, Белый Тигр в запад, Черная... Какая-то правильно. Багровая птица, Юг. Ну и, наконец, Черная Перепаха. Это Север. Кажется, эти солнечные часы должны показывать и время, и направление. Но как они могут работать, если к ним не предлагается компас? Не говоря уже о том, что отсутствие солнечного света делает их бесполезными. Во, хороший вопрос. Это требует слишком много мозговой энергии. Или мощи. Так... Так... Это твое, Алиста, кажется немного странным. Не могу определить, что это за дерево. Может быть, я чувствую что-то от него исходящее. Ладно, не важно. Оно слишком слабое. Может быть, это просто мое воображение? Это просто мое воображение. Простите. Но я тоже, к сожалению, могу сказать, к какому виду деревьев относится этот лист. И черный флор. О, это плод мангостины. Мангостин не является местным плодом джинчо. Обычно их привозят на лодках. Думаю, на ближайших рынках продается больше мангостинов. Но это не всегда. Но это не всегда. Но это не всегда. В следующем году, что-то случилось, что занзо-чего возникает. Сенту-мо-хин-пан-ни-о-куль-по-шо. Поэтому, что-то такое мангостин, что-то уничтожило. Однако, их не всегда можно купить. Частые вспышки после образов могут нарушить работу транспорта и вызвать дефицит. За последние... прошу прощения, кашель. За последние годы полуночные рейнджеры значительно улучшили ситуацию, но... это не помогло. Это все. что-то, 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 значит, у нас тихия, похожие детские воспоминания на сахарной жемчужине. А ты тоже ее помнишь? Виталис. это ничего не напоминает. Это выглядит немного знакомый. Нет, это выглядит. Нет, это выглядит. о конфетах. Никто не знает их лучше, чем дети. Джинчо. Погнали, поспрашиваем. Мы уже два часа играем и до сих пор не добрался до момента, где остановился. он сейчас тут близок. Просто, я тут скипнул пару каст-сцен, вот как раз эту предыдущую, так что, по сути, для меня тоже в новинку. Ну, я предупреждал, ребят, что минут десять-пятнадцать геймплея максимум тогда это диалоги. Так. Вы видели эту конфету ранее? После напряженной минуты молчания, девочка, похоже, наконец-то решилась на великую жертву. Она притянула вам руку и показала маленький кусочек конфеты. У меня нет таких конфет. но у меня есть вот это. Оно очень вкусное. Можешь взять одно. Спасибо, но ему спасибо. Не нужно благодарить меня. Пожалуйста, не веселитесь в джинча. Важный гость. Ура! Мы отжали конфетку. Ура! я favorable к лицу. И здесь... ура! 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 Мы посмотрим, кто доберется. Туда быстрее. Я только что установила для вас несколько приложений, помните? Пожалуйста, попробуйте найти в терминале то, которое называется утилиты Да, были в неравном бою? Ну да Ребят, знакомы, да? Вот и крюк, про который мы говорили Так, если ты хочешь стать героем Как Джинчо Спидстар, который должен овладеть гарпуном Так что давай попробуй скитались Подожди секунду, кто-то меня ищет Да, что? Когда он ищет? Не нужно беспокоиться Все в порядке, я сейчас приду Долг зовет Упс, чуть не забыла Нельзя опаздывать Прости, скиталец Мне пора на смену Я присоединюсь к вам сразу после окончания, хорошо? Если вам понадобится, просто крикните мое имя И я Как бы я им Быстрая звезда Джинчо Буду там через секунду Переведу дословно Серьезно? Вам нужно только отправить мне сообщение В терминал Ну как вы кричите И тогда я буду там, на вине ока В любом случае мне пора Вы, ребята, сами справитесь Сообщите мне, если появятся какие-нибудь новости Конечно, иди занимайся своими делами Не волнуйся, не останусь с ним Скиталец Пойдем внутрь Да, хочу отдохнуть Так что давайте перерыв Два часа сижу и перевожу текст Это после еще трудного дня Ладно, это был на самом деле Не самый трудный день на учебе Но все равно было сложно Так, ну Надеюсь, вам все было понятно Я постарался Так, перерыв Продолжение следует Сейчас еще посмотрим немного Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому